21 век Продолжение следует... Если вам на телефон пришло сообщение, что ваша карта заблокирована, внимательно посмотрите на номер отправителя. У каждого банка существует свой номер телефона, привязанный к мобильному банкингу. Если же вы все же хотите проверить карту и убедиться, что она действительно не заблокирована, то ни в коем случае не звоните по номеру, указанному в СМС. Связывайтесь с банком только по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты. Через интернет-сайты Никогда не переходите по ссылкам из писем с сомнительным содержанием. Письма, поступившие на ваш счет в крупной сумме, с большой вероятностью окажутся лишь приманкой, чтобы обмануть вас. Заходя на сайт банка, внимательно следите, чтобы веб-адрес был абсолютно точным. Таким образом вы убережете себя от фишинга и сохраните свои средства и данные в безопасности. Никогда не сообщайте CVC или CVV-код по просьбе сотрудников банка. Эта информация им недоступна, и они не имеют права требовать ее. При получении подобного письма свяжитесь с банком по номеру, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте внимательны, покупая товары в неизвестных или недостоверных магазинах. По возможности обращайтесь только в проверенные интернет-магазины. А пользуясь сайтами перепродажи БУ-товаров, расплачивайтесь только при личной встрече. Если товар требует доставки, то расплачивайтесь через почту наложенным платежом. Через телефонные звонки. Получив звонок о том, что ваш близкий человек попал в беду и ему срочно нужны деньги, не спешите их передавать. Обязательно свяжитесь с попавшим в беду, либо с его родными и друзьями, по известному вам номеру, через мессенджеры или соцсети. Таким образом вы сможете понять, действительно ли близкий вам человек попал в беду и требуется ли ему срочная помощь. Всегда будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. Редактор субтитров А.Семкин